В эфире «Экономика дня», программа, в которой мы рассказываем о событиях, влияющих на финансовую сторону нашей жизни в студии. Марина Кулешова. Здравствуйте. В первом полугодии россияне продолжили экономить, предпочитая мясе и рыбе более дешевые продукты. Об этом сообщается в докладе Минэкономразвития. Население продолжает придерживаться сберегательной модели поведения, отказываясь от покупки дорогостоящей белковой продукции в пользу дешевой, преимущественно растительного происхождения, говорится в материалах министерства. Эта тенденция сохраняется на фоне увеличения стоимости растительной пищи по сравнению с белковой. При этом доходы населения с исключением сезонного фактора в июне по сравнению с предыдущим месяцем выросли на 0,4%. Статистика за первое полугодие показывает, что жители России адаптировали расходы к новому уровню доходов, считают в министерстве. Генеральный прокурор России Юрий Чайко назвал масштаб хищения в жилищно-коммунальном хозяйстве огромным. На совещании, посвященном вопросам борьбы с преступностью в этой сфере, глава надзорного ведомства сообщил, что количество посягательств на средства, выделенные на нужды ЖКХ из бюджетов, а также хищение денег, внесенных гражданами в качестве оплаты за услуги, неуклонно растет. В результате размер ущерба увеличился в прошлом году на 12% до 6,5 млрд рублей. При этом прокуратура отмечает большие проблемы с возмещением материального вреда. В ходе расследования выявленных махинаций удалось обеспечить возврат лишь 2 млрд рублей. Это меньше трети перечисленного ущерба, подчеркнул Чайко. Всего прокуроры выявили в системе ЖКХ в 2015 году 334 тысячи нарушений, за полгода 2016-го уже почти 200 тысяч. Цинк стал самым быстрорастущим в цене цветным металлом в первом полугодии 2016-го. За первые 6 месяцев он подорожал на 38% до 2116 долларов за тонну. Только за июнь котировки подскочили на 11%. Во втором полугодии рост продолжился. С начала июля цинк прибавил в цене уже 5%. Сейчас он торгуется на Лунской бирже металлов у отметки 2223 доллара за тонну. Интерес инвесторов подогревается опасениями относительно возможных трудностей с его поставками. Сложившаяся ситуация только на руку российским компаниям. Они воспользовались дефицитом металла на рынке, растив его производством. Крупнейший производитель в нашей стране это Челябинский цинковый завод. Он обеспечивает 60% потребности российских предприятий цинки и производит около 1,5% от общемирового объема. Главным же мировым потребителем и производителем цинка является Китай. Второй в Ставропольском крае частный промышленный парк хотят запустить в Минводах, информирует Минпром региона. Согласно планам в нем могут разместиться резиденты, занятые в трех сферах. Выпуск желатина и инулина, фармпроизводство и создание тканей и арматуры из бальзата. Инициатива открытия промпарка принадлежит управляющей компании Кип Вектор КМВ. Она планирует сформировать индустриальный парк в частной собственности по аналогии с Кип Мастер в краевом центре. Грузооборот в Ставропольском крае в первой половине 2016-го оказался на 20% выше, чем в первом полугодии 2015-го, сообщает Ставропольстат. Ставропольстат. Перевозка грузов в первой половине текущего года составила 653 тысячи тонн, что на 0,3% больше, чем в первом полугодии предыдущего года. А пассажирооборот в регионе сократился в январе-июне 2016-го относительно того же периода 2015-го на 2,5%. До 771,5 миллиона пассажирокилометров. Это единица измерения, обозначающая перемещение одного пассажира на расстоянии в один километр. Объемы перевозки пассажиров в первом полугодии 2016-го составили почти 88 миллионов человек, что на 0,2% меньше уровня аналогичного периода предыдущего года. 4% работодателей России считают опыт участия в многопользовательских онлайн-играх конкурентным преимуществом соискателя. Таковы результаты исследования, проведенного порталом Супержоп. Компании, где ценят геймерские навыки, совсем немного, однако важен сам факт, что способность спланировать свои действия в игре, организовать и скоординировать действия группы игроков некоторыми работодателями уже воспринимается как достижение. В основном такого мнения придерживаются кадровики IT-компаний и организаций, работающих в сфере телекоммуникаций. Среди положительных качеств фанатов онлайн-игр они называют наблюдательность, внимательность, усидчивость, навыки стратега. Однако, даже по мнению работодателей, принимающих такое хобби за преимущество, это увлечение не должно превращаться в игроманию. Большинство же работодателей традиционно смотрит на компьютерные игры, как на убийц времени. Так, ранее 7% из них признавали, что отказывали в трудоустройстве соискателям из-за их хобби, среди которых называли и виртуальные развлечения. Я курс и валют на сегодня. По информации Центробанка России, курс доллара на 3 августа 66 рублей 88 копеек. Валюта США на торгах во вторник подорожала сразу на 93 копейки. Евро тоже прибавил в цене плюс 1 рубль 25 копеек. И стоит валюта Объединенной Европы сегодня 74 рубля 90 копеек. Это все новости экономики на сегодня. В студии была Марина Кулешова. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok